В Люберцах прошли отборочные соревнования по художественной гимнастике. В них приняли участие 300 юных спортсменок из 54 городов России. 20 из них защищали честь нашего округа. Этим маленьким королевам обруча и скакалок не больше 12 лет, а самым юным участницам соревнований всего шесть. Для каждой из них художественная гимнастика – не детское развлечение, а абсолютно осознанный путь, смысл жизни. Всероссийские соревнования юной гимнастки России проходят в Люберецком дворце спорта «Триумф» уже в седьмой раз. Сначала идут групповые упражнения, потом индивидуальные выступления. Самые маленькие детки, конечно, они выступают по третьему юношескому разряду, а девочка, которая 2005 года, выступает по первому взрослому разряду. Люберцы на этом ковре представляют 10 спортсменок. Несмотря на непростые условия тренировок, говорит старший тренер, девочки подготовились хорошо. Выступила всего лишь пока только одна из наших спортсменок. Мы пожелаем ей удачи. Это Саша Красина. Сейчас она пока занимает второе место. Я ожидал, что будет награда какая-нибудь. Даже если я не займу какое-то место, будет для меня какое-то достижение. А вот что для тебя вообще значит художественная гимнастика? Это моя жизнь. А почему? Ну, я с ней начала заниматься. Это часть меня. Я не могу без нее. Если я ее брошу, то я буду жалко. Я буду грустить. Всего в соревнованиях приняли участие 300 юных спортсменок из 54 городов России. В основном это гимнастки из Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга. И удивительно, но несмотря на большие расстояния, много было девочек с Дальнего Востока. Мы с города Владивостока. Мы приехали, чтобы на соревнования, во-первых. А во-вторых, то, чтобы посмотреть на девочек, как они выступают. И некоторые броски, мастерства, равновесия, повороты сделать. Ну, конечно, не только показать самих себя другим тренерам и как бы показать, какие мы крутые. По итогам соревнований юные гимнастки России лучших спортсменок отберут для участия в первенстве России среди юниоров. Вторая часть спортивного мероприятия – турнир на призы от холдинга «Вертолеты России». В нем примут участие уже взрослые девочки. Среди них еще 10 люберчанок. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.